Ноябрь 24 продолжает свою работу и сейчас коротко о главных темах вторника. Помощь тем, кто помогает. Газпромнефть в Ноябрьске обеспечит машины скорой бензином и дизельным топливом. За сутки плюс десятки подтвержденных диагнозов. На Ямале и в Югре растет число заболевших коронавирусом. Не лучшее время для создания семьи. Городской ЗАГС не будет регистрировать браки до конца мая. Число подтвержденных диагнозов новой коронавирусной инфекции растет изо дня в день. Только за сутки с понедельника на вторник официальные цифры на Ямале увеличились с 12 до 30. Пришли результаты из новосибирского центра «Вектор» по 8 новых подтвержденных случаев в Новом Уренгое и Пангодах. Еще два положительных результата – это жители Пуровского района, которые находятся сейчас в ЦГБ Ноябрьска. Такая же картина в соседнем Ханты-Мансийском округе. Там число заболевших за сутки увеличилось вдвое. Диагноз подтвержден еще у 19 жителей. Общее число заболевших достигло 38. Местный Роспотребнадзор не считает цифры пугающими. Напротив, большая часть из вновь выявленных больных – это те, кто контактировал с ранее зараженными. Таковых в Югре 13 человек. Остальные шесть случаев – завозные. Это местные жители, которые вернулись из поездок из зарубежа или других регионов России. Сегодняшняя статистика указывает на то, что первичные мероприятия по скринингу прибывших из зарубежья работают. И то, что мы сегодня завозные случаи регистрируем, указывает на то, что алгоритм выявления завоза новой коронавирусной инфекции – он эффективен. В Новый Уренгой коронавирус привезли туристы. Далее инфекция по цепочке передалась контактным. Об этом заявил глава соседнего города Иван Костогрис. Сейчас инфицированные новоуренгойцы и те, кто с ними общался, изолированы. Врачи следят за их состоянием. Пятеро пациентов находятся в инфекционной больнице и трое на амбулаторном лечении. В закрытом на карантин ханеме идет дезинфекция. Улицы, остановки, лавочки в парках и транспорт опрыскивают специальным раствором. Управляющие компании обрабатывают лестницы и перила в подъездах. В населенный пункт дополнительно приехали полицейские и медики. Контроль за въездом и выездом усилили. Нам доставили материальную помощь из района. Генераторы, рации, все крайне необходимое для обустройства квартир, где будут жить наши медики, полицейские, которые приехали к нам в поселок. До самой ночи вчера члены оперативного штаба выписывали пропуска, которые разрешают заезды и выезды из поселка. В ежедневном режиме ситуации в Ноябрьске рассказывает глава города Алексей Романов. Он напомнил жителям о том, что в регионе действует режим самоизоляции. Чтобы избежать ненужных сложностей при передвижении на транспорте, нужно брать с собой удостоверение личности и справку с работы, подписанную руководителем предприятия, на которое не распространяется действие ограничительного режима. К такому развитию событий Ноябрьск готовился. Согласно постановлению правительства ИНАУ, в округе открылись несколько обсерваторов, в том числе в региональном центре патриотического воспитания в Ноябрьске. Наш город уже принял первых немальцев. Отмечу, здесь размещают тех, кому нужна временная изоляция, и они не имеют признаков ОРВИ и других заболеваний. Нефтяники бесплатно обеспечат топливом медслужбы Ноябрьска. В течение месяца «Газпромнефть» будет поставлять бензин и дизель для транспорта городских медицинских служб. Учреждения передадут топливные карты, с помощью которых можно будет заправлять спецмашины. Член правления «Газпромнефти» Александр Дебаль отметил, что от медицинских служб, которые несут сегодня большую нагрузку в борьбе с пандемией, во многом зависит эффективность борьбы с новым вирусом. И что сегодня очень важно действовать все вместе, сообща. В связи с увеличением вызовов, в связи с такой обстановкой в нашей стране, сейчас приблизительно уходит за смену за сутки где-то бак топлива. Это в пределах где-то 60 литров. Наш парк насчитывает рабочих 6 бригад. Интенсивность, конечно, огромная. Спасибо нашим уважаемым нефтяникам за топливные карты, за их неоценимый вклад. Спасибо огромное. От оперативных действий и медицинских служб во многом зависит эффективность борьбы с новым вирусом. «Газпромнефть» обеспечит непрерывную работу медицинского транспорта. Жители Сургута присоединились к флешмобу благодарности. Накануне вечером жители сразу нескольких многоэтажек. Несколько минут дружно аплодировали врачам. Сами врачи в последнее время просят от жителей страны только одного – оставаться дома и не выходить на улицу. В ноябрьске продлят срок действия сертификатов по программе «Молодая семья». На поиск и приобретение жилья получателям поддержки отведут не 3 месяца, а 7. Из-за пандемии молодые семьи столкнулись с проблемой подбора и покупки квартиры. Не все успели распорядиться сертификатами, которые выдали в марте. По условиям программы направить деньги на улучшение жилищных условий нужно было до 1 июня. В департаменте имущественных отношений успокоили. Каждый обладатель свидетельства может реализовать свое право. Вопросы будут решаться в индивидуальном порядке. Каждая семья, которая не смогла реализовать, будет к нам обращаться. Мы будем осуществлять замену выданного сертификата с новым сроком его действия. Потому что порядок предусматривает сроки сдачи этого сертификата в банк для открытия соответствующего счета. Кто-то из семей, которые получили, они, может быть, за этот период не успели его сдать. Поэтому сертификат будет меняться и будут установлены новые сроки. Единовременная помощь, компенсация коммуналки, льготы по налогам. Губернатор региона озвучил, какие меры по поддержке бизнеса предпринимаются на Ямале. Это уже второй пакет мер. В рамках первого льготы получили гостиницы, образовательные и спортивные центры, а также предприниматели, занимающиеся торговлей в отдаленных поселках. На этот раз список включили турбизнес, предприятия транспорта, бытовые услуги и торговлю, которая была остановлена. Всего около 7 тысяч компаний. Все они получат снижение налогов и освобождение от арендных платежей за муниципальное имущество и землю. Кроме того, предусмотрен ряд точечных мер. Например, сферу транспорта освободят от транспортного налога. Объекты торговли получат отсрочку по всем региональным и местным налогам. А те, кому из-за пандемии пришлось временно закрыться, компенсацию коммунальных расходов. Много вопросов от индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере услуг. Это парикмахерские, химчистки, ателье и многие другие. Кто лишился сегодня дохода из-за введенных ограничений. Поручил департаменту экономики в кратчайшие сроки оказать им единовременную помощь в размере 30 тысяч рублей. Что равно минимальному размеру оплаты труда со всеми северными начислениями и надбавками. Санврачи рекомендуют жителям Ноябрьска отказаться от покупки неупакованного хлеба. По мнению специалистов, в период угрозы распространения коронавируса этот продукт остается одним из самых уязвимых. Ученые выяснили, новый вирус в течение нескольких часов может сохраняться на поверхностях. Поэтому Роспотребнадзор просит уделить особое внимание продуктам, которые вы приносите из магазинов. И если овощи можно помыть, а упаковку с другой едой обработать антисептиками, то с хлебом таких манипуляций не проделать. Между тем, в городе еще остались магазины, которые торгуют хлебом без какой-либо упаковки. От такого хлеба в целях собственной безопасности стоит отказаться. Еще 17 марта НИИ хлебопекарной промышленности разослала всем пекарням рекомендацию упаковать всю свою продукцию. Сознательные производители уже взяли рекомендацию на вооружение. В этой сети пекарен, например, в пользу безопасности и здоровья покупателей, отказались от горячего хлеба, который раньше реализовывали сразу с печи. Теперь все изделия здесь остужают и упаковывают в пакеты. И только после этого выставляют на прилавки и отправляют в магазины. Нам во имя здоровья, скажем так, наших покупателей пришлось упаковать весь абсолютно хлеб, даже который был горячий или не горячий. Весь хлеб сейчас на прилавках упакованный. Весь хлеб, который мы поставляем в сети торговые, тоже, естественно, упакован. На Ямале расширен перечень предприятий, которые могут работать при режиме самоизоляции. Ранее в списке были аптеки, магазины с товарами первой необходимости, организации, оказывающие услуги связи, ритуальные услуги. Продажа автомобильного топлива, пошив индивидуальных средств защиты и дезинфекция. Эти направления тоже не приостановили деятельность. Также с первой нерабочей недели допускалась реализация товаров дистанционным способом. К ранее одобренному списку теперь добавилось еще несколько направлений. Официально в округе разрешили работать предприятиям строительного комплекса, организациям, которые привлекают вахтовых работников, гостиницам, авторемонтным мастерским, тем, кто продает автомобильные запчасти. Ямальская служба занятости населения, как и другие ведомства, перешла на дистанционный режим работы. Встать на учет или пройти перерегистрацию можно онлайн. Для этого понадобится личный кабинет на портале работа.инау.ру. Для доступа в этот кабинет нужна подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Консультацию у специалистов центра занятости можно получить по телефону. Что касается размера пособий, то с 30 марта в России приняты новые цифры. С 30 марта постановлением правительства Российской Федерации размер максимального пособия безработицы определен в размере 18 195 рублей. Это пособие выплачивается для граждан, которые потеряли работу и перед тем, как встать на учет, имели за последний год 26 оплачиваемых трудовых недель. Размер минимального пособия безработицы не изменился и составляет 2250 рублей. Пандемия коронавируса внесла коррективы в прохождение реабилитации детей с инвалидностью. Так, по данным окружного благотворительного фонда Ямины, двое из подчиненных вынуждены были прервать лечение и вернуться домой, несмотря на то, что уже прибыли на место и их восстановительный курс начался. Продолжить его смогут только после того, как ситуация с заболеваемостью стабилизируется и медицинские центры вновь заработают. Перенести реабилитацию пришлось и тем пациентам, кому было выдано направление на апрель. Точные данные о количестве таких детей на Ямале сейчас уточняются. Если родители планировали поехать, например, в апреле в какой-то реабилитационный центр, но узнали, что центр не принимает, центр обязательно уведомляет родителей о том, что он приостанавливает какое-то время свою работу. И тогда родители должны будут сдать билеты, уведомить нас, ну и спланировать уже поездку на другое время. Опять же, здесь никаких проблем с нашей стороны, странной фонды не будет. То есть, как только все реабилитационные мероприятия пройдут, тогда родители смогут подать нам отчет, ну и уже отчитаться по факту. Что касается поставки на Ямал средств технической реабилитации для детей, то задержек здесь нет. По крайней мере, в этом заявил директор благотворительного фонда. По его словам, информации о возможной отсрочке в поставке ему не поступало. Сходить за продуктами, выгулить собаку, посидеть с детьми. Жителям Ноябрьска предлагают помочь соседям. Для этого нужно лишь распечатать и заполнить специальную форму, либо написать самому. Указать имя, телефон, номер квартиры и то, что вы готовы сделать, в особенности для пожилых людей. Лист можно разместить на двери своей квартиры, либо в подъезде. Напомню, подобную помощь стоит оказывать бесконтактно или в средствах защиты. Например, если это продукты, то оставлять пакет у двери, а не передавать в руки. Во всех ЗАГСах Ямала приостановлена регистрация браков. Ограничения будут действовать до конца мая. В эти два месяца свои отношения в Ноябрьске планировали узаконить 52 пары. 17 из них хотели сделать это в торжественной обстановке. Свадьбы всем им придется перенести на любые другие даты после 1 июня. В апреле и мае зарегистрировать брак, и то без гостей, можно будет только в исключительных случаях. Один из таких – беременность невесты. Другие услуги в ЗАГСе в эти дни предоставляются только по предварительной записи. Телефон 357511. Православные встретили Благовещение при Святой Богородице. Этот праздник входит в число 12 самых значимых христианских дат и отмечается каждый год в один и тот же день. В этот раз Благовещение прошло по-новому. Впервые Церковь призвала верующих отказаться от посещения храма и отметить праздник дома. Праздничное богослужение состоялось в режиме онлайн. Храм архистратика Михаила провел прямую трансляцию. Присоединиться к службе мог каждый желающий в официальном аккаунте храма в социальной сети ВКонтакте. Субтитры создавал DimaTorzok Еще больше новостей на сайте ноябрьск24.ру и в официальных группах телеканала в социальных сетях. Оставайтесь дома, а мы оперативно расскажем обо всем, что происходит в городе и регионе.